Добрый вечер! Вы на телеканале Думская ТВ. Мы продолжаем работать в прямом эфире в рамках «Вечера над Думской». Обсуждаем главные темы, поговорим о итогах сессии Одесского городского совета, также поговорим о расколе в рядах самообороны Одессы и также поговорим о обмене пленными. Вот эти три темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие три часа, для вас в студии работает Елена Еремеева. Никита Тарула, и прямо сейчас начнем обсуждать главные итоги сессии Одесского городского совета с депутатом Одесского городского совета Алексеем Еремицем. Алексей, здравствуйте! Добрый вечер! Здравствуйте, Алексей! И я обращаюсь к телезрителям. Прямо сейчас мы открываем голосование, в котором вы можете принять участие. Голосование звучит следующим образом. Надо ли ограничивать продажу алкоголя после 22 часов? Три варианта ответа. Это правильно, ничего не изменит. И третий вариант. Я не пью. Ну, на самом деле, вопрос поставлен, это отлично, но у одесситов уже нет особого права голоса, потому что этот вопрос на сессии сегодня был решен, а именно запрет продавать алкоголь после 22, но в МАФах, правильно? Речь не идет о больших супермаркетах и так далее. Да, дело в том, что ситуация следующая. Депутатом Григорьевым, Денисом, был внесен этот проект еще в начале этого года, когда формировался план регуляторных актов на 2017 год, и должны были разработать регуляторный акт. Департамент профильной торговли не сделает. То есть, не было разработан регуляторный акт, и сегодня он этот вопрос внес в поездку дня непосредственно. Честно говоря, мнение... С голоса, правильно? Не с голоса. Ну, это же на самом деле нарушение, так нельзя делать. Не, ну, на самом деле, депутат Городского совета имеет право вносить проекты решения, здесь как бы нет никаких запретов. Другое дело, что, конечно же, рассмотрение таких очень важных вопросов требует, безусловно, рассмотрения желательно на профильных комиссиях, потому что вопрос очень серьезный. Есть, я знаю, достаточно жесткое мнение и департамента юридического, честно говоря, я хоть и не юрист, но я думаю, что, наверное, скорее всего, это решение сессии городской голова не подпишет, и у него будут достаточно веские причины не подписать. Почему? Потому что это все-таки регуляторный акт. И затрагивает интересы, ну, скажем так, предпринимателей очень многих города Одессы. Которые могут это решение обжаловать сюда? Да, спорить и обжаловать в суде, да. Поэтому, конечно, депутаты сегодня сделали на собой усилия и проголосовали, поддержали. И вы сделали тоже на собой усилия. Я в том числе тоже проголосовал, поддержал своего коллегу, но я сразу предупредил, что, честно говоря, цель и, собственно говоря, суть и смысл этого и голосования, и этого проекта решения в том виде, он абсолютно ни к чему не приведет. Поэтому в большей степени я сделал это сознательно, осознавая то, что городской голова его однозначно не подпишет, и, ну, это, условно говоря, такое вето, да, и оно не будет принято, потому что это и регуляторный акт, и его нужно однозначно принимать в виде регуляторного акта. Еще раз, давайте объясните в таком случае, насколько это решение уже можно принимать в действие. Когда начнут забирать лицензии и так далее, и будет ли это вообще происходить? Смотрите, дело в том, что решение вступает в силу не с момента голосования депутата, а с момента подписания городского головы. Есть такая возможность у городского головы этот проект решения, вернее, это решение сессии, не подписать и вынести его на повторное рассмотрение. Ну, такого, как у президента Украины, права у городского головы, как и это, нет такого, ну, терминологии. Но есть право не подписать. Но он это делает, как посчитаете? Ну, я, конечно, не городского голова, мне сложно, там, быть уверенным на 100%, но процентов на 95, условно говоря, 99, я в этом уверен. Потому что это регуляторный акт, и юридический департамент предупреждала господина Григорьева, и сегодня депутатов. А зачем вы тогда голосуете? Я объясню, почему я проголосовал, потому что вопрос достаточно серьезный, очень важный. И однозначно в виде регуляторного акта, для того, чтобы одесситы обсудили, насколько действительно это важно и нужно для принятия. То есть я даже не считаю, что здесь даже вправе, может быть, депутатский корпус, там, в виде депутатов на сессии должны понимать это решение. Это вопрос затрагивает, честно говоря, очень многих людей. И мне кажется, вряд ли кто-то из депутатов, знаете, вот, ну, по крайней мере, я так точно не обсуждал со своими избирателями в контексте, там, запрета или не запрета. Другое дело, что вот у меня тоже на округе есть наливайки, с которыми бороться практически невозможно. И неоднократное обращение в полицию, и не только, они к чему не приводят. Конечно, это действительно, ну, знаете, уже просто так надоело. Другое дело, еще что очень немаловажно, что департамент торговли, имея практически целый год, так и не разработывает регуляторный акт. То есть получается тоже такая, знаете, двоякая ситуация, что Григорьев внес, мы поддержали включение в перечень регуляторных актов, а чиновники ничего не сделали. И получается, как бы, не за что голосовать. Поэтому сегодня это был такой, знаете, жест двоякий. Во-первых, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Во-вторых, обратить внимание городского головы, что департамент торговли должен разрабатывать соответствующие документы и вносить их так, как оно должно быть. Давайте еще раз о цели этого законопроекта очень важна. Ну, не законопроект, это решение. Оно инициатива, решение. Цель действительно такая гуманная, чтобы сократить преступность, которая совершается под влиянием и действием алкоголя и так далее. Или это, ну, банальная такая борьба очередная за потоки, контроль за этой сферой и так далее. Ну, насчет, допустим, ну, конечно же, лучше всего этот вопрос было бы задавать непосредственно разработчику этого проекта решения, господину Григорьеву, это было бы направлено как актор этого проекта. Но из того, что я знаю и непосредственно читал, естественно, этот проект решения, я скажу следующее, что здесь, конечно же, стоит, прежде всего, проблема, это так называемые наливайки, это будки, в которых продается алкоголь. Причем здесь даже и нарушаются, собственно говоря, те правила, которые определены законодательством в контексте того или иного метража этих, условно говоря, небольших, вернее, даже небольших, а торговых, временных торговых объектов, так называемых махов, в которых продажа алкоголя, по сути дела, не должна быть. Но это происходит. Поэтому здесь, знаете, такая получается двоякая ситуация, мы все знаем это в этой проблеме, и пытаются просто депутаты каким-то образом с этим бороться. Да, я так понимаю, что к этому вопросу мы еще вернемся, будет понятна реакция мэра, и, возможно, общественные слушания тоже дадут понимание, что с этим делать. Давайте непосредственно по бюджету, я так понимаю, что рассматривается вопрос, положить 700 миллионов на депозит? Да, рассматривался и такой вопрос. На самом деле, сегодня очень много было вопросов. Да, но важные вот такие денежные вопросы. Давайте обсудим, вот что нас ждет в следующем 18 году о вопросе бюджета. Ну, дело в том, что вопрос бюджета, он заключается не только в размещении там 700 миллионов, это касается вообще, собственно говоря, жизни целого города, жизнеобеспечения на целый 2018 год. Конечно, отрадно, что и Кабинет Министров, можно там критиковать бюджет и жизнь, так сказать, ситуацию в стране, но в любом случае Кабинет Министров носит проект закона на обсуждение, естественно, и чиновники местного уровня, вот Департамент финансов тоже уже в сентябре месяце начали обсуждать и предлагать депутатам к рассмотрению, скажем так, бюджета 2018 года. Естественно, он будет дорабатываться, потому что без принятия бюджета государства Украины, конечно, невозможно принять бюджет Одессы. Ну, он же принят, почему? Что мешает? Да нет, на самом-то деле это просто, ну, скажем так, бюджет 2018 года, это то, что мы сегодня приняли, это, ну, скажем так, это процентов на 60, наверное, того, что будет, потому что, по большому счету, это просто крупные статьи, крупные суммы денег, которые абсолютно не расписаны, понимаете, то есть, допустим, перераспределены или не распределены эти деньги, потому что даже по программам, допустим, нет полного там распределения. Если, допустим, говорить о бюджете развития, который, ну, по большому счету, касается развития города по сути, да, то есть это ремонт, строительство и так далее, он вообще не отображен в бюджете на 2018 год, на сегодняшний день, почему? Потому что бюджет развития, допустим, принимается, ну, если говорить там по календарю, где-то ориентировочно, конец января, начало февраля, потому что раньше мы это сделать не можем. К чему это все в виду? Что сегодня действительно было принято достаточно ряд серьезных и важных аспектов, обсуждался вопрос, кстати, и получения, использования кредитных денег, потому что услышали вот моего коллегу господина Орлова, который предлагал, допустим, если уже вы берете кредит, так берите кредитную линию и не брать сразу миллиард, чтобы платить сразу проценты. Ну, так, по-моему, все эти решились, кредитные линии уже решили. Да, решили этот вопрос по частям, тут, наверное, там, 470 и 530, если я не ошибаюсь, миллионов гривен в таком разделении. Вот. Нас интересовал, конечно же, вопрос непосредственно распределения этих денег в следующем году и видение, как городская власть планирует их использовать, потому что у нас какая-то ситуация. У нас очень большое количество, ну, много денег в этом году ушло на поддержку ТГО. И в том числе получение кредита в 1 миллиард звучал один из, там, чуть ли не основных целей и задач получения этого кредита. Это финансовая подрынка, финансовая помощь, поддержка штанов нашему коммунальному предприятию ТГО. И что хочу сказать, отмечу, очень важный аспект. Конечно же, да, мы понимаем, что ТГО нужно деньги выделять, потому что иначе не будет работать система отопления, но мы до сих пор не знаем, что там происходит на предприятии. То есть все эти рассказы, обещания городской власти о том, что вот мы там сядем, расскажем, покажем и так далее, ничего не сделано. Кстати, было принято решение, и есть законодательным определенное такое понятие, определенное такое понятие, как на Годове Рады, наблюдательные советы при коммунальных предприятиях. Скажу сразу, что городская власть постаралась максимально принять такое положение, при котором количество коммунальных предприятий, в которых будет наблюдательный совет, минимизируется. Ну, чтобы не допустить дополнительный какой-то контроль со стороны общественности, депутатского корпуса за работой этих коммунальных предприятий. Мы до сих пор не до конца понимаем, как КП ТГО работает, на что он тратит деньги. Понятно. Еще продолжим про бюджет. Давайте посмотрим сюжет по итогам сессии и продолжим. Давайте. Одесский горсовет запретил продавать алкоголь с 10 вечера до 9 утра, за исключением кафе и ресторанов. Такое решение депутаты приняли на сессии. Автором проекта об ограничении розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом на территории города является Денис Григорьев. Я хочу просто сказать до сведения, что вот за эти 4 месяца, которые, скажем так, мы упустили, по Одессе было в ночное время суток 138 преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Из них 24 – это были ДТП с не очень приятным исходом. Горсовет также собирается аннулировать лицензии на торговлю алкоголем у предпринимателей-нарушителей, которые будут игнорировать введенные ограничения. В то же время директор юридического департамента Инна Поповская предупредила, что решение незаконно, но, несмотря на это, депутаты 34 голосами поддержали проект. Это решение для принятия его именно на этой сессии сегодня незаконно, потому что не прошел проект решения, процедуру общественных слушаний и ту процедуру, которая предусмотрена для регуляторных актов. Это недопустимо без общественных слушаний принимать подобные решения. Но не все вопросы решались так быстро. Депутаты горсовета не могут получить результаты служебного расследования пожара в детском лагере «Виктория». Чиновники, которые имели непосредственное отношение к трагедии, вернулись на свои рабочие места. Однако общественность так и не узнала, чем закончилась проверка. Возмущены депутаты. Мы, как депутаты, хотим ознакомиться с результатами этого внутреннего расследования. Сделаны ли какие-то выводы, выговоры, то есть что установлено, какие меры предприняты для того, чтобы мы не допустили повторения этой трагедии. Вот эти разговоры на сессиях сердобольные о том, комиссия, и у вас есть право депутата, воспользуйтесь правом, и вы получите исчерпывающие ответы. Я воспользовалась таким правом. И знаете, какой я ответ получила? Очень интересный, что все документы находятся у вас на рассмотрении, поэтому у меня нет ни таких возможностей, как оказалось, неполномочия. Кроме того, одесские депутаты вступили за бродячих котов. После невероятно жаркой дискуссии 36 избранников поддержали проект решения о мерах по защите котов от жестокого обращения в Одессе. Проект запрещает вылов уличных котов, кроме тех случаев, когда они угрожают жизни и здоровью людей, либо с целью стерилизации. Более того, руководителям департаментов управления коммунальных учреждений запрещается запирать котов в подвалах и других помещениях, что может привести к их гибели. Департаменту экологии предписывается уменьшить количество домашних животных путем стерилизации. Алексей, я бы спросила у вас про котов, но не буду, очень мало времени остается. Я у вас спрошу про летний театр. Где вы были, когда голосовали за инициативу, за которую все 10 человек проголосовало в депутатском корпусе? Вы были. Да, я голосовал за. Вы были одним из тех 10, которые голосовали за. Да, я проголосовал за. Чтобы летний театр остался в пределах Одесского городского сада. Вся наша группа, 4 человека, мы проголосовали за. Вы поэтому остались? Да, у нас никаких вопросов. Почему не было людей, скажите? Единственное, ну, вы как сессия. Ну, смотрите, во-первых, наши, ну, мои коллеги, наши депутаты, честно говоря, не привыкли проводить сессию в таком очень быстром ритме. То есть, я так понимаю, даже городской голова назначил отчет свой перед городской нашей громадой, перед своими избирателями, не только на час дня. То есть, значит, планировал сессию закончить в час дня. Но это было такое, мне кажется, несколько, значит, такой очень фантазерский такой был замысел. Он не удался, и учитывая, что сессия была очень насыщенной, и вот, как вы отметили, касался бюджета и многих других вопросов, конечно же, нельзя было провести эту сессию. Ну, в повестке же была, была эта инициатива? Ну, смотрите, на сегодняшний момент ситуация с летним театром и с зеленым театром, она просто приобрела достаточно, ну, скажем так, большую огласку. И сегодня вот мы обсуждали вопрос зеленого театра. Да, его судьба, скажите. Да, его судьба. Значит, ситуация следующая. Вот и моя коллега, госпожа Познякова, задала вопросы. И я изначально на заседание комиссии проголосовал, воздержался. Почему? Потому что я, в принципе, понял, что хотят сделать. Единственное, документы и материалы, которые легли в проект решения, я их не видел, потому что изначально на заседании комиссии земельные они не были предоставлены. Я об этом говорил и вашим коллегам, и журналистам. Что все-таки произойдет с ним? Ну, заявления, исходя из того решения, которое было принято, и тех заявлений городского головы, которые сегодня прозвучали, да и самое главное, самое главное, то, чему я в большей степени доверяю, это, конечно, прежде всего позиция одесситов. Я уверен на 100%, что одесситы не дадут застроить ни летний театр, ни зеленый театр. И еще раз возвращаясь к вопросу. Депутаты Одесского городского совета знали о том, что нужно будет голосовать за то, чтобы оставить или не оставить его в пределах Одесского городского сада? Мне сложно сказать, я не могу сказать. Это было в повестке. Смотрите, каждый депутат городского совета готовится самостоятельно к сессии. И, допустим, если говорить, например, о заседаниях фракций, то, возможно, это обсуждают. То есть они знали, но ушли? Я не могу сказать. А вы тоже знали, и поэтому остались и голосовали за. Нет, я не хожу в заседания, допустим, фракции «Доверяй делам», «Самопомощь» или какие-то другие. Я только принимаю участие в заседании группы, которая у нас... Последний вопрос. По поводу людей видели, ну, мы-то точно видели очень много в социальных сетях этих фотографий. Что это за люди преклонного возраста, которые буквально спали на сессии? Да, это повторяется достаточно давно уже происходит. Просто, ну, как говорят, приглашают людей, они приходят или очень хотят сами прийти. Мне кажется, что их не просто... Ну, сами люди говорят, что их мотивируют финансы. Да, мне кажется, что их не просто приглашают, их там привозят. И, как по мне, так, мне кажется, просто этими пожилыми людьми просто занимают те места, чтобы там не сидели общественники активные. А кто это делает? Вот чья команда? Ну, я уверен, что к этому имеет отношение городская власть, потому что, ну, кто еще может дать команду? Ну, не депутат, живопо-блок, а дает команду. Что, вот, мэр дает такую команду? Я думаю, что да, кто еще может дать команду. Прекрасно. Хорошо, спасибо. Ну, не губернатор там или президент Украины. Однозначно нет. Алексей Еремец, депутат Одесского городского совета. Обсуждали итоги сессии сегодняшней. Небольшая пауза и вернемся в студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова